Этот дом 1917 года постройки. Трудно поверить, но он до сих пор обитаемый. Хотя условия жизни в людей остаются на уровне начала 20 века. Более того, в этом доме находиться просто опасно. Степан Ильин проживает здесь, на улице Сдержинского с самого рождения. Но он и не догадывался, что у его дома отсутствует даже фундамент. Выяснилось это, когда здание стало проседать. Степану пришлось перебраться жить на второй этаж. А на первом он начал серьезные строительные работы по укреплению конструкции дома. Пришлось стенку ставить. Ну, просто, чтобы она уже не рухнула. И также вот с этой стороны тут также пришлось укреплять. Из-за того, что она садится, садится, садится. Их когда не было, было видно, что она вот идет вот так уже. Тоже пришлось домкратами немножко поднимать и крепче, так сказать, на опоры ставить. Условий, конечно, никаких нет. За водой мы ходим в колонку. Отопления у нас тоже никакой нет. Но никакие бытовые неудобства не идут в сравнении с перспективой обрушения потолка на голову. Зульфа объективировна показывает свое жилище и жалуется, что плохо спит. Женщине страшно. По ночам она прислушивается к треску, которую издает ветхий столетний дом. Вот потолок. Она как-то свисает, свисает. Я вот за это боюсь. Вдруг рухнет. Где-то в этом месте она трещит еще. Вот тут. Если уйдет со стены, например, отойдет, тогда точно все упадет. Жильцы говорят, что когда-то их дом входил в программу по переселению. Однако в последующем он оттуда выбыл. Тогда они решили добиваться справедливости активнее. Я в валенках ходила дома. Поэтому я потом попала в больницу. И после больницы уже пришла, стала всех настраивать. Давайте комиссию позовем, чтобы сделали какой-то документ, который позволит нам сдвинуться с мертвой точки. Но ответ межведомственной комиссии привел жителей дома в шок. Им было предложено отремонтировать деревянное здание за свой счет. Тогда в защиту их прав выступила прокуратура, подавшая на администрацию иск в суд. Выиграли Ленинский суд, Верховный суд. Администрация дала заключение 06-04, что значит соберется комиссия и должны подписать все члены комиссии. Тогда мы дадим уже окончательный результат. Но вот уже до сих пор, до этого дня, никаких результатов нет. Как сообщил нашему телеканалу юрист, представляющий интересы жильцов, решение Верховного суда вступило в силу 9 февраля 2022 года. Согласно ему, дом на улице Держинского признан аварийным. А проживающим в нем людям городские власти обязаны предоставить жилье. Однако администрация до сих пор не исполнила решение суда. В пресс-службе администрации Ленинского района Уфы нам ответили, что в середине июня дом был признан непригодным для проживания. Но поскольку жильцы являются собственниками здания, бремя его содержания возлагается на них. Тем не менее, юрист жителей говорит, что их борьба будет продолжена в суде, чтобы администрация города предоставила им иное жилье. Артур Бигнов, Ильдар Каюмов, телеканал ЮТВ.